Я сегодня представлю доклад по БЦЖ-рефрактерности, текущей и перспективной варианты лечения. На самом деле лечение рака мочевого пузыря мышечно-неинвазивного высокого риска сопряжено со следующими целями. Во-первых, лечение такое комбинированное направлено на полное удаление опухоли мочевого пузыря, позволяет предупреждать либо увеличивать промежуток времени до наступления рецидива, предупреждает развитие пануротелиальной карциномы, то есть с вовлечением верхних мочевыводящих путей и соответственно предупреждает и опять же увеличивает промежуток времени до наступления прогрессии заболевания. В совокупности все эти четыре цели приводят к единственному и очень важному ощутимому фактору как для клинициста, так и для пациента – это увеличение общей выживаемости. По действующим клиническим рекомендациям проведение БЦЖ-терапии возможно как для пациентов высокого риска прогрессирования и сопряжено с таким явлением как БЦЖ-рефрактерность. Успешность БЦЖ-терапии при мышечно-неинвазивном раке мочевого пузыря возможно при соблюдении нескольких факторов. Во-первых, отсутствие персистирующей опухоли Т1 при повторном ретуре мочевого пузыря. По современным действующим рекомендациям проведение повторного ретура должно быть выполнено через 4-6 недель от первичного тура в случае, если первично у нас получена инвазия в собственную слизистую, подслизистую, либо в отсутствии мышечного слоя при первичной биопсии мочевого пузыря. Отсутствует опухоль в простатическом отделе уретрия. Это нужно для того, что если при последующих обследованиях избежать ложно-отрицательных, либо наоборот ложно-положительных результатов по цитологическому исследованию мочи. И мы обязаны при первичном и при повторном повторной трансуретуральной резекции отдельно маркировать и исследовать простатический отдел уретры на наличие уретелиальной карциномы. Отсутствие лимфоваскулярной инвазии при биопсии является крайне неблагоприятным прогностическим признаком. В отдельных сериях исследованиях сравнивались результаты общей выживаемости пациентов, у которых даже при мышечной инвазии была лимфоваскулярная инвазия. При этом пятилетняя выживаемость таких пациентов составила 31%. В случае отсутствия лимфоваскулярной инвазии и последующего проведения полного объема радикального лечения общая выживаемость для таких пациентов составила более 70%. Низкий уровень ирритативной симптоматики позволяет нам получить, во-первых, пациенту полноценный инициальный курс BCG-терапии, поддерживающий курс BCG-терапии, а также выдержать полное время нахождения BCG-вакцины в полости мочевого пузыря. Отсутствие таких вариантов опухоли в биоптате мочевого пузыря, такие как микропапиллярная, саркоматоидная и плазмоцитоидная дифференцировка. Данный тип опухоли действительно встречается крайне редко. В среднем в отдельных сериях говорят о 4-6%. Это действительно немного, но все эти три подтипа сопряжены с крайне неблагоприятным поведением и течением заболевания, неблагоприятным прогнозом, низкой продолжительностью выживаемости. И для таких пациентов единственной опцией остается раннее проведение радикального хирургического вмешательства в объеме цистектомии. Кроме того, в поддержку первого пункта это макроскопическая резекция R0. Возможность строгого соблюдения follow-up. Это значит, что это нам позволяет при инициальном и поддерживающем курсе BCG-терапии строго оценивать вероятность наступления рецидива или прогрессии в мышечную инвазию у этого пациента. И готовность поменять стратегию лечения, то есть переход к более агрессивному варианту лечения в виде радикальной цистектомии в случае, если поддерживающий курс BCG-терапии не принес успеха, и у пациента имеется либо продолженный рост опухоли, либо имеется повторный рецидив. Очень интересны такие факты, что по всему миру ежегодно используется более 1 миллиона вакцин BCG-терапии. При этом уровень ответа для карциномы ин-ситу при первичном инициальном курсе достигает 80%, а уровень ответа для популярной карциномы достигает 70%. Вместе с этим отрицательные такие цифры, что в 78% случаев рецидив как раз таки связан с наличием карциномы ин-сита. Возникает рецидив, может, в верхних мочевыводящих путях и прогрессирование заболевания в течение 5 лет, то есть переход в мышечно-инвазивную форму у 1,25 пациента. Очень важно соблюдение режима введения BCG-терапии, необходимость поддерживающих курсов, поскольку это позволяет в 27% случаев сократить переход в мышечно-инвазивную форму заболевания и наступление последующих ранних рецидивов. Кроме того, в исследовании, например, 2011 года по BCG-терапии было показано преимущество поддерживающего курса BCG-терапии в случае, если у пациента не проводился поддерживающий курс, то есть разница достигала практически 20%. При этом при отдаленном наблюдении вероятность перехода в мышечно-инвазивную форму не превышала 10%. В другом исследовании 2014 года при оценке проведения поддерживающего курса BCG-терапии для пациентов высокого риска прогрессирования, также при продолжительном наблюдении было показано преимущество поддерживающего курса BCG-терапии, то есть когда они останавливались только на инициальном курсе. И действительно, при трехлетнем курсе BCG-терапии частота нежелательных явлений колебалась до 50%, при этом серьезные нежелательные явления не превышали 5% случаев. В отношении индукционного курса BCG-терапии и BCG-рецидива, в случае, если это только индукционный курс, то частота прогрессии заболевания может достигать 47%, и тогда действительно единственной опцией, которая может оставаться у этих пациентов, может быть радикальная цистектомия. По поводу таких терминов, как BCG-рефракторность, рецидив, устойчивая опухоль, на самом деле это все разные термины. BCG-рефракторность наступает у нас в том случае, если проведен пациенту инициальный курс BCG-терапии, затем проходит перерыв и наступает поддерживающий курс. И после поддерживающего курса, если установлено повышение стадии, изменение степени дифференцировки, либо появление карциномы инситу, в таком случае мы говорим о BCG-рефракторной опухоли. Про BCG-рецидив мы говорим в случае появления рецидивной опухоли, той же степени дифференцировки после поддерживающего курса. И в совокупности BCG-рефрактерность либо BCG-рецидив формирует у нас BCG-устойчивую опухоль, в отношении которых дальше пойдет речь. И BCG-непереносимость – это небольшой процент пациентов имеет свойство непереносимости BCG. Оно обусловлено токсическими проявлениями, когда пациент не способен, видите, желтые кружки, получить полностью ту дозировку BCG-препарата вследствие токсичности. И поэтому из-за того, что он получил не в полном объеме лечения, у него возникает BCG-рецидив. Появление опухоли low-grade на фоне BCG-терапии не расценивается как BCG-рецидив или рефрактерность. И такому пациенту можно повторно проводить поддерживающий курс лечения. Что мы знаем сегодня немножко о механизме резистентности к BCG-терапии. Чаще всего она ассоциирована с повышением экспрессии CD8-т-лимфоцитов в зоне опухоли. И в 25% она ассоциирована с повышением либо наличием PDL-экспрессии в зоне, непосредственно в той зоне рецидивной опухоли. То есть происходит оценка на фенотипирование. Но, к сожалению, пока что это только перспективы для исследований. Кроме того, BCG-рецидив может возникать в последистой оболочке в 21%. В 40% рецидив может сопровождаться вовлечением верхних мочевыводящих путей. И до 40% случаев может происходить в виде инвазии в простатическом отделе уретры. И на сегодняшний день что говорят гайдлайны? Гайдлайны говорят о том, что прерогативой в случае наступления BCG-устойчивой опухоли остается радикальная цистектомия. То есть, если можно дальше посмотреть, предпочтительная опция. Но вместе с этим протекают клинические исследования. И они направлены в двух направлениях. Это либо цитотоксическое лечение, либо в виде новых стратегий. Это использование опции иммунотерапии, генной терапии, вакцинотерапии, введения онколитических вирусов. Я сегодня немножко остановлюсь кратко на внутрипузырной химиотерапии. То есть, это последующие линии введения митамицина, валрубицина, который одобрен FDA для BCG-рефракторной карциномы инситу. Тем не менее, все эти исследования не показали высокую частоту безрецидивной выживаемости. То есть, двухлетняя колеблется от 20 до 30%. То есть, например, трехлетняя безрецидивная выживаемость при введении внутрипузырного доцитоксела достигает всего лишь 25%. На сегодняшний день в отношении доцитоксела продолжается клиническое исследование по доставке доцитоксела на специальных наночастицах, чтобы снизить токсичность и более прецензионная и полноценная доставка данного цитотоксического препарата. Очень интересное исследование 2019-2020 года по использованию опции пембролизумаба в случае, если мы говорим про BCG-рефракторную опухоль, в том числе с наличием карцинома инситу. При этом интересной является когорта подгруппа А, в которой сочеталась и карцинома инситу, и карцинома инситу. При этом в исследовании было показано, что при первичных срезах этого исследования частота объективного ответа достигала 40%, что не было показано ни при одном внутрипузырной химиотерапии. При этом большинство пациентов, как вы видите, все-таки это были пациенты с изолированной карциномой инситу, либо в сочетании с подгруппой высокого риска мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря. Объективный ответ при этом достигал при ранних срезах до 40% и ни одного случая прогрессии, то есть инвазии в мышечный слой на фоне данного лечения. В отношении токсичности тоже интересные данные, что даже при третьем исследовании, которое было представлено АСКО, токсичность третьей и четвертой степени не превышала 13% случаев. Таким образом, современные гайдлайны говорят о том, что помимо цистектомии, которая все же остается предпочтительной опцией, добавилась у нас еще опция в виде введения пембролизумаба, либо использования других внутрипузырных агентов. В заключении подведу итог своего доклада, что случай БЦЖ-устойчивого мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря, во-первых, может и должен поддаваться лечению. Радикальная цистектомия остается стандартной опцией выбора в лечении БЦЖ-устойчивого мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря. И сегодня проходят несколько перспективных клинических исследований. Это по использованию онкалитических вирусов, использованию иммунотерапии. Благодарю вас за внимание.